Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, зима всё больше и больше набирает обороты. Сейчас, правда, оттепель, но синоптики говорят, что со следующей недели к нам вернутся нормальные русские морозы. А значит, время о чём всё-таки ещё раз подумать? Об отоплении. Да, понятно, жители многоквартирных домов скажут, нам топят, в принципе, наши генерации, хорошо. Ну, во-первых, топят по-разному, бывают аварии, мы все знаем, их очень много бывает. А многие живут в маленьких населённых пунктах, в частном секторе, и там проблема отопления стоит очень острая. Там вообще зачастую человек должен надеяться только на себя. Вот протопит он себя, молодец, нет, всё будет очень плохо. И вот сейчас появляется очень хорошая альтернатива. Альтернатива дровам, альтернатива тем более электрическому отоплению. А самое главное, эта альтернатива хороша для тех наших муниципалитетов, где пока нет газа. Да, газификация идёт, но когда всё закончится, ещё неизвестно. И, в конце концов, не у всех есть деньги даже довезти, чтобы непосредственно ту самую трубу именно в дом, а не до своего забора. И об этой альтернативе мы сегодня и поговорим. Хочу представить гостя студии. Это Дмитрий Иванов, генеральный директор ООО «Верхневолжская топливная компания». Они как раз занимаются решением этой проблемы. Дмитрий, добрый день. Добрый. Дмитрий, скажите, так что именно Вы предлагаете людям, какую альтернативу? Мы занимаемся, наша компания занимается монтажом системы автономного газоснабжения с использованием газгольдеров. Газгольдер – это сосуд, работающий под избыточным давлением. Рядом с домом закапывается ёмкость. Что она собой представляет по габаритам? В диаметре она где-то метр двадцать, метр двадцать пять, а по длине, в зависимости от объёма, там, три-четыре куба, то есть она там по длине немножко отличается. То есть три-четыре метра, грубо говоря? Да, да, да. Попросту так вот, если. Да. То есть такой некий овал, круглый, да, наверное? Да. Ну, понятно, цистерна такая. Ага. Вот. В эту ёмкость заканчивается газ под давлением, в жиженом состоянии. Вот. В этой ёмкости происходит процесс кипения газа. То есть он постоянно кипит, чем давит на стенки сосуда. И дальше от этого газгольдера прокладывается газопровод низкого давления в дом, ставится редукторная группа, которая понижает давление. И, соответственно, в доме ставится обыкновенный газовый котёл, как и на магистральном газе. То есть приобретается ничем не... Ну, оборудование, которое мы используем, точно такое же, как при прокладке магистральных трубопроводов. Котельное оборудование точно такое же, как и при использовании магистрального газа. В случае, если рано или поздно человеку проведут магистральный газ, меняются просто настройки котла, и он начинает пользоваться обычным магистральным газом. А газгольдер куда? Газгольдеры, в принципе, можно, скажем так, мы приобретаем их, если мы установили, мы знаем этот газгольдер, мы, соответственно, можем их приобретать за какие-то небольшие деньги. Выкупать можно скоро обратно. Хорошо, скажите, а газовый котел, который дома ставят, человек сам должен купить или как? Так, наша компания предлагает как, условно говоря, полный монтаж системы автономного газоснабжения, так и монтаж котельного оборудования, и монтаж системы отопления. На чем человек хочет остановиться. То есть, если он говорит о том, что систему отопления он смонтирует сам, мы, в принципе, не против. Мы говорим о том, что мы доводим вам до котла, вам сдаем, вас готовим к самостоятельной эксплуатации сосуда, работающего под давлением. То есть, объясняем, на что смотреть, какие клапана, где уровень емкости, какой остаток газа показывает. И, соответственно, на этом наша работа заканчивается. Если человек говорит полностью, ставьте мне и котел, и систему отопления, мы тоже это делаем. В принципе, примеров таких работ очень много. Ну, на самом деле, я думаю, это нормально, потому что давайте называть вещи своими именами. Вот живет человек обычный один, никогда не разбирался в этом, и, соответственно, он в этом, в принципе, не разбирается. И, к тому же, сами понимаете, вот монтаж газооборудования – это вещь очень ответственная. Сколько примеров, когда газ взрывается, потому что люди там что-то самопально пытаются сделать. Поэтому, на мой взгляд, логично обращаться сразу с ГОМ, чтобы все делали под ключ. Это не шутки. Конечно. Лучше обратиться к профессионалам, которые имеют соответствующие допуски. У нас все специалисты прошли аттестацию в Ростехнадзоре, водители, которые перевозят газ, имеют допуск на работу с сосудами, работающими под избыточным давлением. То есть, лучше просто-напросто действительно довериться профессионалам в этом плане. Но если он хочет все-таки сам купить оборудование, вы можете ему рекомендацию. Рекомендуем такой-то котел, ну, сказать, так, дом у вас такой-то площадь, соответственно, вам подойдет такой-то, таких-то фирм, таких-то объемов. Все правильно. Хотите – купите сами. Да, подбор оборудования мы делаем совершенно бесплатно и говорим о том, что мы можем поставить котел, вот это в такие деньги будет стоить. Если вы найдете где-то дешевле, мы не возражаем. Ставьте, мы, в принципе… Ну, покупайте, а мы смонтируем. Да, да. Хорошо, ну, вот мы так все говорим, дом, дом, имеется в виду, конечно, частный дом, а многоквартирный дом. Вот жители пятиэтажки, где-нибудь тоже, там, не знаю, в Андреаполе или еще где-то, куда у нас пока не провели газ. Что вы им можете сказать? Здесь пример с Андреаполем очень правильный, потому как еще с советских времен в Андреапольском районе, в Западнодвинском, в Нелидовском районе установлены газгольдеры, и они до сих пор существуют. Единственное, что в этих районах газ от газгольдеров используется только на приготовлении пищи. То есть, установлен рядом с многоэтажкой газгольдер, проложены газопроводы в дом, и, соответственно, люди только готовят пищу. Ну, это для плиты, я просто говорю. Да, на тот момент, когда устанавливались эти газгольдеры, современных котлов, которые могли бы обеспечить отопление квартиры, их еще тогда не было. На сегодняшний день это, в принципе, можно сделать, оборудование это, в принципе, позволяет. Но примеров современного и современного монтажа системы автономного газоснабжения тоже немало. В Нелидово микрорайон ДОК. А там как раз все пятиэтажки около ДОКа. Да. Крущевки такие там прям подряд. Да, да, да. Вот котельная вот этого микрорайона запитана от 8 газгольдеров объемом по 25 кубических метров. Котельная, насколько я помню, 14 мегаватт. И это пример современной газификации с помощью газгольдеров. А что, соответственно, будет собой представлять газгольдер для... Вот берем пятиэтажки, там, пять подъездов, хрущевка, там, не знаю, 75, условно говоря, квартира, 78. Вот. Что это в данном случае будет представлять, где это установить и так далее? Ну, конечно, для этого потребуется определенная территория, которая будет отвечать требованиями промышленной и пожарной безопасности, чтобы как можно дальше газгольдеры отсоединить территорию. Ну, реально установить во дворе. Ну, вы же представляете, вот у нас наши дворы, наш пятиэтажик. Вот люди сейчас нас услышат и скажут, что хотим. Надо в каждом конкретном случае смотреть. И если мы говорим про газоснабжение многоквартирных домов, то первоначально, скажем так, работа уже не монтажных организаций, к которым мы себя относим, а именно сначала работают проектировщики. Проектировщики смотрят, можно ли поставить, какие грунты, какие условия. Ну, хорошо. Опять-таки, людям что, где им искать проектировщики? Я еще раз говорю, они нас сейчас услышат. Вот они вам возьмут, найдут в интернете ваше, напомним, это общество с ограниченной ответственностью, Верхневоложская топливная компания. Вот вы сейчас, допустим, это услышали, в Яндексе поищите, вам начнут звонить, что им дальше скажете? Каков алгоритм их действия? Если мы говорим про индивидуальное жилищное строительство... Нет, пятиэтажка. Пятиэтажки. Мы дадим контакты проектировщикам. Однозначно, людям посоветуем, к кому обратиться и как это все правильно сделать. А были прецеденты, когда уже много жителей? Ну, там не обязательно пяти, трехэтажные дома. В районах у нас и трехэтажные дома бывают, и двухэтажные, на квартирные дома стоят. Часть района Мамулина долгое время, пока им не подвезли магистральный газ, долгое время именно отапливалось от жижного газа. То есть вы в каждой квартире будете проводить, да, получается? Там тоже была запитана котельная, то есть не в каждой квартире, а была запитана котельная, а от котельной уже шло отопление по квартирам. Ну хорошо, ну то есть вы тоже, получается, можете здесь сказать содействие, хотя вы сами не проектируете, но вы дадите организацию, она все сделает. Основное наше направление деятельности, это, конечно, загородные дома. Частные дома. Частные дома. Не будет загородных, в Твери полно частного сектора. Ну, Твери, на самом деле, она в большей части газифицирована. Ну, райцентры берем наши. Вот, но это, говорю, опять же-таки индивидуальное жилищное строительство и производство. Там, где просто, наоборот, нет возможности подключить магистральный газ, тоже мы можем прийти на помощь со своим сжиженным газом. А какое вообще оборудование производите, используете и чего производство? С 2013 года мы использовали оборудование и европейское, чешское, германское, ну и, скажем так, российское. С началом коронавирусных ограничений, с высоким курсом валюты, европейское оборудование стало немножко уступать. Ну, конечно, да, подорожало, евро-то взлетел. Да, вот. В настоящее время мы в основном используем оборудование российских производителей. Хочу сказать так, то есть оно ничем не уступает европейским аналогам. Запорная арматура, которая используется на наших российских газгольдерах, она точно такая же, как и на европейских. То есть ничего другого не придумали. То есть американские, вот эти вот все, ГОГовские. Вот. Что касается антикоррозийного покрытия, оно уже сделано с учетом наших климатических особенностей. Тоже мой момент. Вот. Да, потому что те газгольдеры, которые изготавливались на европейском производстве, все-таки они как бы больше сделаны под европейский климат. Вот. И если в Европе газгольдеры стоят непосредственно вплотную с домами, на крыше гаража, там еще что-то, то у нас однозначно газгольдеры необходимо закапывать землю. Дмитрий, хорошо. Договорились Вы с человеком, но людям, всем, я думаю, интересно, а сколько времени займут работы, потому что кто-то сразу испугается. Вот. Возиться будут целый месяц, разворотят весь участок, мой любимый огород истопчет и так далее и тому подобное. Поэтому всем интересно, а как это быстро можно сделать? Вот. Значит, от момента заключения договора, ну, вообще у нас последовательность действий при обращении в нашу фирму за монтажом автономной газификации следующее. Предварительно человек рассказывает, какой дом площадью, на какие нужды он планирует использовать газ, то есть это либо отопление, либо приготовление пищи, либо горячая вода, либо все вместе сразу. А, то есть есть варианты. Конечно. Что скажут? Мне только для приготовления пищи? Да. Вот. Мы подбираем ему объем газгольдера, рассчитываем ориентировочную стоимость. Если человек все устраивает, выезжает наш специалист, выезд нашего специалиста совершенно бесплатный. Это больше мы делаем для себя, чтобы правильно оценить, есть ли возможность разместить газгольдер, выдерживаем ли мы все пожарные нормы, нормы промышленной безопасности при размещении сосуда. Вот. И дальше заключаем договор и выезжаем на монтаж. Вот сам монтаж осуществляется за один, максимум два дня. Вот. Но надо опять же таки понимать, что это все равно земельные работы. И как вы правильно сказали, что там пострадают грядки, то есть человек, чтобы был к этому готов. То есть, если это будет место там, где у человека какой-то посажен огород, соответственно, он может немножко пострадать. А, ну хорошо. Ну а насколько аккуратно ваши сотрудники работают? Потому что мы все знаем, как, к сожалению, работают наши коммунальные службы. Тверь, Водоканал, Тверская генерация. Они, к сожалению, прекрасно тоже, я думаю, знаете, ну как фашисты. Все разворотят, вот дерево обязательно нужно выкорчевать. Потом еще толком ничего не зароют или зароют на АБК, там какой-то холм образуется. Вот. Что происходит во время вашей работы, самое главное, когда вы уходите? Значит, в своей работе мы стараемся использовать технику с наименьшим давлением на грунт. Это вот мини-экскаваторы. Стараемся минимизировать свое присутствие, скажем так, после себя. Но мое всегда пожелание, то есть, если есть возможность выбрать на стадии именно строительства дома, когда идут земельные работы и по рытью котлована под дом, и какие-то там строительства забора, то лучше, конечно, газгольдер сделать на этом этапе. Но уже когда человек живет и принял решение о том, что он все-таки решил газгольдер установить, мы стараемся сделать все, чтобы сохранить естественный ландшафт человека на участке. А вот сейчас нас услышит кто-то, кто только начинает строить дом, кто только начинает проектировать участок, может быть, строить ночной, весной, а сейчас думают, что где расположить. Что вы им посоветуете? Какое место отвезти под газгольдер? Значит, однозначно, этот участок должен быть прямой, то есть, по отношению к всему участку. От дома желательно его расположить порядка 10 метров, от забора порядка от 1 до 2 метров, в зависимости от того, как есть возможность. Ну, это где-то в углу участка или как? Лучше, да, в углу, чтобы... Надо, опять же, понимать, что после того, газгольдер смонтировали, это хорошо, проложили газопровод в дом, тоже хорошо, все запустили, система отопления. Дальше в процессе эксплуатации вам необходимо будет периодически заправлять газ. Вот. И наша компания тоже в этом готова помочь. Как этот процесс выглядит в заправке-то? У нас свой парк спецавтотранспорта. Подъезжает машина? Подъезжает машина на базе ЗИЛА или КАМАЗа. Естественно, скажем так, это крупногабаритная техника. И желательно бы, чтобы газгольдер, соответственно, был где-то недалеко от въезда. Вот. Важный момент, согласитесь. А то кто-то сейчас услышит, его на заднем дворе расположен, а потом ваш Урал будет кататься через весь двор туда и обратно. Есть такие примеры, да, и человек постоянно, просто сначала не подумавший, поставил, а потом уже говорит о том, что зачем я его туда закопал. И при этом все равно, как вы сказали, не надо что вплотную к забору. Нет. То есть метр-полтора... Да, отступить в любом случае. То есть таким образом, резюмирую, еще раз, для тех, кто нас слушает, тот только проектирует участок или все есть, но участок еще не обустроен. То есть газгольдер надо размещать рядом с въездом, рядом с улицей, попросту говоря, но не вплотную к забору. То есть в углу, но не прямо вот так вот вплотную-вплотную. Да, да. Все верно. И тогда, верно я понимаю, тогда ваш Урал даже не заедет на территорию участка. У нас все машины оборудованы шлангами до 30 метров. То есть мы, в принципе, можем спокойно заправлять там из дороги, из каких-то подъездных путей. Но в случае, если у человека сложилось так, что рядом с въездом нет технической возможности закопать, и он вынужден закапывать где-то там в глубине участка, мы шланги для заправки можем нарастить, в принципе, до 100 метров. То есть это тоже, в принципе, позволяет. Мы иногда такие моменты делаем. То есть проезд Урала по грядкам – это крайняя мера? Да. Когда совсем вот никак. Да, да, да. Хорошо. Опять-таки, возвращаясь к срокам. Вот, как я сказал в начале эфира, синоптики прогнозируют зиму. Кто-то, может, как-то не рассчитал отопление и так далее, чувствует, мерзнет. Сейчас вот грянет, может быть, синоптик у нас тоже по-разному работает. Вот, минус 20. Вот сейчас нас услышит человек и позвонит вам сегодня, допустим. Так. Вот, все, сколько времени, вот при оптимальном, как говорится, при оптимальном сотрудничестве, когда человек найдет время уделить вам внимание, сколько времени пройдет, вот, как до того, с момента звонка именно, и до того, как у него заработает газ? От недели до двух. От недели до двух мы, в принципе, в эти сроки укладываемся. То есть это и проектирование, там, если что, там, осмотр участка? Ну, опять же, надо разделять. Если газ используется для индивидуального жилищного строительства... Индивидуальный, частный сектор? Да, это одна-две недели. Если газгольдер планируется использовать для производственных целей, там немножко другая схема, вот, и она немножко длительная. То есть это проектные материалы, это регистрация опасного производственного объекта в соответствии с федеральным законом о промышленной безопасности. Вот. Но там сроки могут растянуться от полугода до года. Угу. А что там... Только за счет именно проектирования. Монтаж все равно осуществляется довольно-таки быстро, в течение, там, двух-трех дней. Соответственно, что посоветовать жителям, как мы говорили, уже тех домов, где только вот еще дома строятся? То есть сейчас уже лучше заключать свои договоры? То есть человек, допустим, предполагает, что, условно говоря, летом дом будет достроен, и он начнет в него въезжать. Что посоветовать таким людям? Сейчас звонить вам? Конечно. Конечно. Мы сейчас уже могли бы просмотреть участок, заключить договор, подобрать оптимальное время для производства земляных работ. Потому что, когда близко грунтовые воды в пределах земельного участка, лучше земельная работа для нас производить, конечно, в зимний период. Когда верхний плодородный слой почвы подмерзает, и, соответственно, котлован какое-то определенное время там держит свою форму. В летнюю форму, летом он, соответственно, может и обваливаться, и мы там получастка можем разворотить. Если грунтовые воды в пределах участка отсутствуют, то, в принципе, монтаж газгольдера можно производить круглогодично. То есть оптимальное время для вас зима получается? Так лучше всего? Лучше, ну да. Конец зимы, да-да-да. То есть и зимой вы работаете? Опять-таки для тех, кто сейчас нас услышит, вам позвонит, допустим, скажет, ну, в течение, ну, понятно, до Нового года. Успеете? У нас был пример, человек говорит о том, что я вам первого числа позвоню и второго числа будем монтировать. Января? Первого января. Да, ага. Первого января в 12 часов был звонок, и второго числа мы уже монтировали. Ровно в 12 он прямо позвонил, как часы. Вот людей. Себя не жалеет вас, не жалеет первого января-то? Да, мне не верилось, что такое может быть. Ну да, человек конкретно говорит, все, на второе число монтируем, я в 12 часов первого числа подтверждаю. Хорошо, а вообще какой газгольдер, на ваш взгляд, стоит выбрать для частного дома? Ну, или для дачи, к примеру? Дачи ведь тоже касаются вопроса. Да, конечно, СНТ, в том числе, да, на судоводческие товарищества. Оптимальный объем газгольдера в районе 4-5 тысяч литров. Вот, это газгольдер, в принципе, небольшой по размерам, порядка там метра 20 на 4 в диаметре. Котлаунт у него копается там 2 на 5 метров и 2 глубиной. Вот. В соотношении цена-качество, наверное, это все-таки российский производитель. Да, но и, как вы сказали, в виду курса валют и так далее. Вот, однозначно с высокими патрубками. То есть, это тоже определенная конструкция газгольдера, которая позволяет всю запорную арматуру поднять выше грунтовых вод. Ну, это вот, наверное, самое оптимальное. А, кстати, в итоге, что представляет собой территорию, где газгольдер? Просто сначала, когда начали рассказывать, я думал, что это будет лежать на грунте, вот та самая сигара, вот этот овал. И, ну, соответственно, я не знаю, там, как все это обустроить. Да, если люди представляют, что такое септик, когда септик смонтируют, то оставляется на уровне зелье порядка 20 сантиметров, ну, квадратный такой обслуживающий люк. Точно так же по аналогии газгольдер. После монтажа остается порядка 20-30 сантиметров. Высоту? Да. А в диаметре? Колодец 80 сантиметров. То есть, собственно говоря, важный момент. Газгольдер не съест часть драгоценной дачи или просто садового участка, а преспокойно можно над ним посадить, ну, цветы, к примеру. Цветы, да. Единственное ограничение, это высокоствольные деревья на нем и вблизи него сажать. А остальное, в принципе, ограничение нет. Грядку с теми самими грудцами. Грядки, да, да, да. Важный момент. Просто кто-то скажет, у меня и так, там, условно говоря, 6 соток, а тут газгольдеры такую дуру, что называется, установлю. Территория не будет пропадать, попросту говоря. И с точки зрения эстетики важно. Одно дело, какая-то некая сигара будет, а тут, на самом деле, ничего не будет. Будет некая вот эта колоица. Да, он будет зеленого цвета, в принципе, хорошо вписывается в ландшафт. Ну, захочет, что красного сделает. Ну, может, чем-то. Хорошо, скажите, а вот минимально есть габариты участка? Ведь те же самые дачные участки, они же тоже разные. Бывает у людей, вот, которым, знаете, особенно в советские времена нарезала советская власть участки, я лично знаю, такие огороды бывают там, какая дача? Это огород, вот, то есть, где там дом и буквально немного места. Или, к примеру, если берем таунхаусы, с таунхаусами работаете? Да, работаю. А таунхаусы, сами знаете, там ведь зачастую участок, ну, площадь большая. По две по три сотки, да. Вот. То есть, соответственно, какие минимальные должны быть габариты у участка, с которыми вы работаете? Ну, мы работаем, на самом деле, с любым участком, подбираем газгольдеры под любой участок. То есть, мы... Даже если там вот таунхаус... Есть и такие примеры. То есть, Канаковский район, да, там они, в принципе, всем СНТ из 4-5 соток состоят. И, соответственно, там 10 метров не всегда получается отступить. Соответственно, мы какие-то либо групповые баллонные установки предлагаем к монтажу. А групповые это что значит? Это рампа, состоящая из нескольких баллонов, которые подключаются, и через редуктор точно так же осуществляется потребление газа на газовый котел. То есть, в котельной ставится несколько баллонов, и, соответственно, от них дальше прокладывается газ. Либо газгольдеры уже минимального какого-то назначения, там литров по 500-700, такие тоже у нас есть примеры, но это... Просто его чаще надо будет заправлять. Да. То есть, маленький участок, в вашем моменте, это не приговор? Да. Самое... Потому что кто-то нас услышит в начале эфира, что вот, как вы сказали, какие говорится, скажет сразу, это для меня. Нет. Я бы просто-напросто сделал бы здесь акцент о том, что автономная газификация все равно под собой подразумевает определенное количество первоначальных капиталовложений. Вот. И они довольно-таки приличны. Со стороны человека. Да. Вот. Газгольдер в любом случае будет стоить от 200 тысяч рублей. И поэтому дома, которые по своей квадратуре меньше 80 квадратных метров, я бы, наверное, не рекомендовал ставить. В смысле нет? Да. А ставил бы, наверное, все-таки там на электрокотле, либо на... То, как есть. Да. Да, да, да. А уже площадь дома, если вот 100 квадратных метров, то газгольдер однозначно будет по отношению к другим видам тепла и интереснее, и экономичнее, и экологичнее. Ну, я думаю, у всех сразу сейчас глаза загорелись. Вот по деньгам. Какая будет выгода, если человек перейдет на газ? Ну, у нас на сегодняшний день получается следующим образом. Самым дешевым видом топлива все равно является магистральный газ. Это понятно. Это не для них. Да. Вот. Вторым по экономичности является дрова. Но при дровяном отоплении все знают и минусы. То есть это и зола, это и складирование дров, вот, и обеспечить, чтобы на дрова не попадало там, а не осадки, не... Следить за печкой, чистить домоход и так далее. Да. То есть я уж молчу о том, что люди среднего поколения, тем более молодежь, в принципе, в голову не придет, сейчас устроят дом на дровах. Дальше что? Да. Дальше идет наш непосредственно жижный газ, вот. Потом идет дизельное топливо, и потом уже идет электричество. А пилеты всякие? Пилеты я примерно приравниваю к твердотопливным каптлам, потому что, ну, где-то они выигрывают, где-то они проигрывают. Все равно человек, когда ставит твердотопливный котел, он все равно должен понимать, что он превращает, отчасти превращается из топника к кочегара. Да. Нужно следить. Конечно. Пилеты, я правда знаю, есть автоматические системы, но все равно надо заполнять. Пилеты тоже, ну, автоматические системы тоже сами не придут. Да, 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 да. А тут вы приехали, залили, и человек забыл. Все. Полностью даже. Люди просто-напросто, ну, бывают такие моменты, когда человек звонит, говорит, ну, слушайте, говорит, мол, что-то у меня газ не идет. А мы его два года уже не слышали, а он газ-то смотрели. Он говорит, а я и забыл, что надо за газом смотреться, на этот принцип наблюдать. То есть в этом ничего нет, критического нет, но люди настолько привыкают к комфортной жизни и забывают о том, что надо за чем-то наблюдать, чем-то следить. То есть у них все работает исправно, никаких сбоев нет. Ну, вот, и в принципе, бывают такие моменты, когда действительно пропускают уровень газа. Ну, это даже хорошо, на самом деле, чем когда у тебя каждый день голова болит или каждые два, а что там у меня и как там. Ну, что ж, спасибо большое, Дмитрий. У нас в гостях был Дмитрий Иванов, генеральный директор Верхневурской топливной компании. Эта компания занимается тем, что проводит газ туда, где люди пока и не мечтают о том, чтобы жить на газе. Это особенно важно для Тверской области. И у нас северо-восточные муниципалитеты, юго-западные, да, работы идут, но не все так быстро, как хочется. Поэтому, если вам захотелось провести газ, обращайтесь, вот, генеральный директор Дмитрий Иванов, Верхневурская топливная компания. Еще раз напоминаю, ну, в интернете наберете, телефоны увидите, соответственно, обращайтесь и добудет у вас газ. Дмитрий, спасибо, успехов вашему бизнесу. Это была программа «Тема дня». До новых встреч и тепла вашему дому.